Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня видео о том, как защитить зубы от налета и камней. Более того, как защитить зубы от кариеса, о том, что есть и внешняя, и внутренняя гигиена здоровья зубов. Зная эту информацию, применяя ее, вы гарантированно получите здоровые зубы и уж точно сохраните зубы в том состоянии, в каком они сейчас у вас есть. Бактерии в полости рта и биопленки – это и неприятный запах изо рта, и рассадник вредных бактерий. Это и есть налет и основа образования зубных камней. Любая слизь – это и есть биопленки. Их создают колонии бактерий, и они же, эти пленки, защищают бактерии от внешних воздействий организма, направленных на их уничтожение. Для естественной защиты ротовой полости и зубов от бактерий, разрушающих своей кислотой зубную эмаль, наш организм вырабатывает бикарбонат натрия, то есть соду, а еще вырабатывает перекись водорода, правда и, естественно, в небольших количествах. А это контроль PH среды вот сода является щелочью, и она противостоит кислотам, вырабатываемым в процессе жизнедеятельности бактериями. И это дезинфекция, я говорю о перекиси водорода, которая уничтожает сами бактерии, не давая им разрушать зубы. Опосредованно, благодаря своим выделениям, PH слюны в идеале, в норме нейтральна или слабощелочная. Поскольку, например, фермент птиолин, который вырабатывается в слюных железах и служит первым ферментом в процессе пищеварения для расщепления углеводистой пищи, он вырабатывается и действует именно в щелочной среде. Итак, любая слизь – это биопленки. Их создают бактерии. И эта слизь защищает бактерии от воздействия перекиси и соды. Говоря о естественной, безопасной защите и очень надежной полости рта от кислот, вырабатываемых бактериями. Жвачки, пожалуйста, не используйте. Натуральные жвачки, если уж хотите, есть. Например, из кедровой живицы, вот такие. Да, они натуральные, у них есть природные антисептические вещества, но только если у вас нет пломб. Сами понимаете почему. Травы, обладающие дезинфицирующими свойствами – орегано, тимьян, чабрец, розмарин – но это тоже не выход, это полумеры. Идем далее. Итак, сахар разрушает зубы. Вы это, конечно, знаете, слышали. Но все же посмотрите мое видео «О чем молчат стоматологи». Там очень важная информация про восстановление эмали, о том, что крепкие зубы бактерии не могут разрушить, о том, что зубы формируются из внутренней среды, посредством нашей крови. И вот важно, какие вещества кровь доносит до участков зубов, в которых идет формирование эмали. И про то, как питание через кровь может принести дефицит минералов, и эмаль перестанет обновляться. Но об этом, обо всем, вы увидите в том видео. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Хочу вам напомнить и прошу поделиться этим моим видео с вашими знакомыми и близкими. Разместите его в соцсетях, которыми вы пользуетесь. Не поленитесь. Этим самым вы и отблагодарите меня за важную информацию, которую я вам даю, за мой труд, и сделаете хорошее дело людям, подсказав им посмотреть очень важную информацию. А сахар, да, это корм для бактерий, которые выделяют кислоту, и она разрушает слабую поврежденную эмаль. Эмаль состоит из кальция и других щелочных минералов, которые кислота разъедает. Сода – это щелочь. Она нейтрализует кислоты. Она противостоит кислотам. А ведь именно бактерии создают кислую среду. Что касается зубного камня, то бактерии используют их как домики, как защиту от воздействия внешних угроз. Про соду у меня было три видео. Налет и биопленка, то есть слизь, ощутимы языком и быстро формируются у тех людей, кто много ест углеводов, особенно сахаров, сладкого. Эти колонии бактерий, их биопленки, создают со временем зубной камень. Сода разрушает биопленки. Соду, бикарбонат натрия, вырабатывают наши слюны и железы для нейтрализации кислот. В чем же заключается, зная эти нюансы, гигиена полости рта и защита от кариеса, внешняя и внутренняя, то есть через кровь. Сначала о внешней. Давайте использовать природные механизмы и эти знания. Итак, берете одну четверть чайной ложки бикарбоната натрия, то есть соды, причем здесь, в данном случае, в отличие от потребления соды, питья, разведенной в воде соды, внутрь, когда очень важно использовать химически чистую соду, без современных присадок, ссылку на такую я оставлю, то вот для данных процедур вы можете брать соду обычную, даже вот эту химически не чистую, из магазинов дешевую, если хотите. Так вот, одну четверть чайной ложки соды вы разводите в половине стакана теплой воды, развели, добавили туда тоже одну четверть чайной ложки трехпроцентной перекись водорода, взболтали, и, если хотите, эффект будет сильнее, можете добавить туда порошок, то есть молотые гвоздики, немного на кончике ножа, размешайте, и можете этим составом чистить зубы, ну когда? После чистки пастами, можно даже ополоснуть, прополоскать рот, но потом в любом случае промойте чистой водой, прополощите рот, после обработки таким составом. Перекись, кстати, тоже есть в солюне, ее вырабатывает наш организм для борьбы с бактериями, а вот чистить зубы зубной пастой, продаваемой в магазинах, я очень не советую, ведь все это страшная химия, даже если там нет фтора. Вы можете сделать зубную пасту сами, об этом я рассказывал в одном из своих видео, я оставлю ссылку на это видео вам. Это первый вариант, ну трудозатратный может быть, но вы получите натуральную зубную пасту без химии, пожалейте себя и своих детей. Второй вариант, вы можете купить натуральную зубную пасту без химии, я ссылки оставлю. Я лично чищу своим же зубным порошком, который состоит из молотых до наночастиц внутренних частей стеблей растения льна. На этот порошок я ссылку вам тоже оставлю. Так вот, когда вы почистите зубы, смоете, нанесите состав, тот, о котором я вам только что рассказывал, ну, несколько раз, и в конце уже процедуры вы можете пополоскать рот, чтобы во все щелочки, что называется, вот этот раствор попал. Все, выплюнули, взяли чистую воду из-под крана, пополоскали и выплюнули все, у вас полная процедура гигиеническая завершена. Так делайте, ну, два раза в день. Теперь, что касается внутренней защиты зубов, эмали, обязательно потребляйте в наши дни этого недостаточной из пищи, витамин С, только натуральный, неоскорбиновую кислоту из аптек, и витамин К1. В принципе, теоретически, витамина С и витамина К1 много в зелени, но кто же ест много зелени? Реально много, почти никто. К тому же, витамина С при тех воздействиях внешней среды, которые сейчас на каждого человека воздействуют негативно, а в городах особенно, то витамина С надо потреблять до одного грамма в сутки. Никто столько не потребляет из пищи. Помните, что дефицит витамина С и витамина К1 вызывает кровоточивость десен, воспаление десен, а вот достаточное их количество подавляет развитие биопленок, укрепляет защиту зубной эмали. Витамин С нужен для выработки перекиси водорода нашим организмам, да много для чего он нужен. И еще обязательно принимайте витамин Д3 и витамин К2. Витамин Д3, как вы знаете, проводит кальций в костную ткань, а вот витамин К2 укрепляет костную ткань, не дает кальцию вымываться из кости, в том числе из зубов. Посмотрите обязательно мои видео о зубах и еще очень важные ссылки будут под этим видео. Ешьте больше зелени, учтите внутреннюю и внешнюю защиту, это все очень просто, и тогда зубы у вас будут крепкие до самой старости. Всю вашу жизнь. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще 2 минуты, особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал, на нашем сайте nadgard.ru и те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био-зерну и муке с молотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео. которые вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб. Мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok